Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. В Бресткообластной больнице палеоативной помощи хоспис медицинский персонал делает все возможное, чтобы облегчить физическую и душевную боль своих подопечных. Наш хоспис рассчитан на 35 коек стационарного отделения палеоативной медицинской помощи. В этом году, 3 июня, у нас открыто отделение генового пребывания на 8 коек работы в одну смену. И уже с 11 июня это отделение генового пребывания функционирует. Через отделение генового пребывания за этот период у нас прошло 32 человека. Из них 21 человек это люди с онкологической патологией и 11 человек это пациенты с хроническим болевым синдромом. За 9 месяцев этого года специалисты Бресткообластной больницы палеоативной помощи хоспис смогли оказать нужную помощь и поддержку 350 неизлечимо больным. В большинстве своем это люди с онкологическими заболеваниями. Несмотря на то, что дни в некоторых случаях и часы их сочтены, у них есть право на достойную жизнь до конца, без боли, без страха, без одиночества. В нашем отделении находятся пациенты, которым необходимо круглосуточное наблюдение, круглосуточная медицинская помощь, так как в домашних условиях родственники, либо сами пациенты, уже не в состоянии справиться со своими патологическими симптомами. Это, конечно, основное, что наша задача – оккупировать эти патологические симптомы. То есть это может быть боль, рвота, тошнота, любые патологические симптомы, которые беспокоят пациентов уже в терминальных стадиях заболеваний и которым уже, в принципе, бесперспективно дальнейшее специальное лечение, допустим, по диагнозу онкологии или другим диагнозам. Здесь у пациентов должный уход и забота. Им комфортно, тепло, а главное – не больно. Специфическая терапия включает в себя обезболивание, оккупирование тяжелых симптомов, психологическую помощь и духовную поддержку. Основная задача – поддержка. Поддержка как наших пациентов, так же и их родственников, окружения ближайшего их, и даже больше именно окружения, поскольку с пациентом разговор не всегда получается. Им сложно, им сложно и тяжело именно иногда даже и общаться. Больше даже контакт идет именно с родственниками. Но кроме родственников очень большая работа проделывается с персоналом в госпице. Да, младший медицинский персонал, который ежедневно заботится о тяжелобольных людях, нуждается в поддержке не меньше других. Это люди с большой душой и очень добрым сердцем, которые способны вместить в себя боль других, позаботиться о тех, кто в этом нуждается, и помочь не только добрым словом, но и делом. Если будут вопросы какие-то, если будет болезнь, вы мне нажимаете, я прихожу в госпиталь. Хорошо. В госпице есть самое главное – сплоченный милосердный коллектив, который готов протянуть руку помощи, оказать требующееся медицинское сопровождение и найти необходимые в тяжелую минуту слова поддержки утешения пациенту и его близким. Конечно, в палеотиве ведущую роль играют средний и младший медицинский персонал, потому что они непосредственно больше работают в постели пациента, то есть это какие-то гигиенические процедуры, это уход, это кормление. Пациенты у нас тяжелые. Много пациентов сейчас находится, у которых зондовое питание, которые дышат через трахеостомическую трубочку, у которых стоят катетеры, то есть это все промывается, ухаживается, кормится, и это бесконечно тяжелый труд. И мы очень благодарны, конечно, я очень благодарна нашим сотрудникам, которые остаются с нами. Ирина Левчук, Эдуард Букунович, Ирина Льмонтович, Новости Бреста.